В столичном аэропорту приземлился самолет папы римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Высокого гостя встретил глава государства Касым Жамартукаев. В период проведения съезда лидеров мировых религий полицейские Нурсултана перешли на усиленный вариант несения службы. В связи с прибытием в город большого количества гостей со всего мира, в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий, приняты дополнительные меры безопасности. Делегация папы будет сопровождаться эскортом мотоциклистов. В период прохождения официально охраняемой колонны будет ограничено движение на 3-5 минут. Для передвижения участников мессы вместе с волонтерами и сопровождающими организованы специальные автобусы. Департамент полиции Нурсултана просит жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять общественный порядок. Столицы Казахстана могут вернуть прежнее название. Соответствующее предложение внесли в проект конституционного закона. Пресс-секретарь президента Республики Казахстана Руслан Желдебай рассказал, что город Нурсултан могут переименовать обратно в Астану. С инициативой выступили депутаты. Они опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентария включено в проект конституционного закона согласия главы государства, сообщил Желдебай. При этом, как отметил Желдебай, президент считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования. В Минфине заверили, что в случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется. Единственное, на что могут понадобиться деньги, так это для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции. К тому же это будет осуществляться поэтапно. Как улучшить доступ к интернету, рассказал министр Мусин. Как известно, самый худший интернет в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Жалобы населения в основном поступали на отсутствие качественного доступа в интернет через мобильные сети. После этого увеличили объем штрафов для операторов в 10 раз. И несмотря на это, в правительстве сообщили, что ветеринарам выдадут планшеты. Но как они будут работать, если в селах слабый интернет? А в некоторых вообще нет интернета. А в городах некоторые жители начинают возмущаться, просят убрать базовую станцию, а дома якобы излучаются радиоволны. Это не соответствует действительности, заявил чиновник. Чтобы обеспечить интернетом, нужна базовая станция. Только при таких условиях мы можем сказать, что качественный интернет доведен. В остальных случаях операторы качество связи гарантировать не могут, объяснил Мусин. Причем Мусин заверил, что от станции радиоволны такие же, как от микроволновки. Я как министр не могу жителей заставить, чтобы на их домах мы поставили базовую станцию. То есть там сами жители против. Теперь из-за того, что радиофобия есть, мы же тоже что-то должны делать. Поэтому нам выделяется, операторам мобильной связи выделяется необходимый земельный участок. На этом земельном участке будет вести строительство. Строительство будет высокая башня там стоять, антенномачтовое сооружение, на которую будут вешаться базовые станции. Другого выхода нет. ВОЗ утверждает, что излучение от вышек связи для человека на расстоянии настолько мало, что радиоприемник или телевизор воздействует на организм человека в пять раз сильнее. Более того, когда базовая станция находится слишком далеко от мобильного телефона, тот работает на пределе мощности в поисках сигнала, что в разы увеличивает его радиоизлучение. Грубо говоря, кто разбирается в радиоволнах, он знает, что от микроволновки каждый день мы тоже порцию, как говорится, получаем определенно. Но она допустима. При этом строить базовые станции только за городом не получится. Радиоволна по пути от базовой станции к телефону будет гаситься от стены зданий, железобетонные перекрытия и другие помехи. Если мы хотим, чтобы у нас был доступ в интернет в кармане и возможность позвонить родным в любой момент, придется мириться и с наличием сотовых вышек. Как будут решать проблему дефицита общежитий, сообщил министр Сайсат Нурбек. В этом году около 90 тысяч студентов могут остаться без мест в общежитиях. Только 28 университетов Казахстана могут обеспечить своих студентов общежитиями. В университетах Алматы сейчас обучается свыше 200 тысяч студентов, причем 90% из них иногородние. Цены на арендные квартиры заоблачные, студентам попросту негде жить. Проблемы с общежитиями пообещал решить министр высшего образования. Студентам, которым не хватило места в общежитиях, дадут возможность жить в хостелах за льготную плату в 20-25 тысяч тенге в месяц. В Алматы создан специальный штаб, который расположился в общежитии Садбайф-юниверситет. Любой родитель, либо студент может туда обратиться. Мы сразу же находим, размещаем его на территории Садбайф-университета. Там предусмотрены специальные места в общежитиях. И в течение одного-двух дней договариваемся с теми вузами, хостелами, гостиницами, общежитиями частными, где есть резервы. И размещаем. Сейчас проблема есть только в одном крупном городе, это в Алматы. Почему эта проблема возникла? У нас гиперконцентрация вузов в Алматы, 35 университетов, почти 200 тысяч студентов, из них 70% приезжие. Однако, по словам студентов, проживание в хостелах в количестве 8-10 человек в маленькой комнате может привести к снижению качества образования. Впрочем, чиновники обещают наладить строительство общежития и возведение любого социального объекта не только доходный, стабильный, но и перспективный бизнес-проект. А все потому, что участник проекта, построивший объект за свой счет после ввода в эксплуатацию в течение 8 лет за каждое занятое койко-место, получает выплаты от государства. Так, за одно место в общежитии стройкомпания получит 370 тысяч тенге, а новые вузы без общежития вовсе не смогут получить лицензию. Все высшие учебные заведения, вне зависимости от формы собственности, им будут выставляться жесткие требования. Для получения лицензии, открытия новой специальности, теперь будет поставлено условие стопроцентного обеспечения местами в общежитиях. То есть вузы не смогут больше получать разрешение на открытие новых специальностей, получение лицензии в новых, каких-то новых направлений, если они не обеспечат будут этих студентов койко-местами в общежитиях. Ситуация с топливом требует постоянного внимания и жесткого контроля, заявил Алихан Смаилов. Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Вне повестки рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Например, министр энергетики Булат Акчулаков сообщил, что для обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены запасы топлива на АЗС и нефтебазах, оптимизированы маршруты его доставки. Приняты меры по исключению непродуктивных посредников и ограничению вывоза топлива с территории страны. Увеличено количество подачи вагона «Цистерн». Фондом Самрук Казана и компании «Казмунэгаз» подписан контракт на импорт 100 тысяч тонн дизельного топлива в сентябре-октябре месяцах. На сегодняшний день 10 тысяч тонн импортировано. Созданы колл-центры в Министерстве энергетики и крупных сетях АЗС для оперативного реагирования на обращение граждан по вопросам необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ. Акиматами областей и городов республиканского значения созданы оперативные штабы для мониторинга остатков и принятия решений по распределению объемов ГСМ на нефтебазах в адрес АЗС, дислоцированных в отдаленных населенных пунктах. Между тем, Смаилов отметил, что для стабилизации ситуации с топливом правительством были приняты все необходимые оперативные меры. В частности, в каждой области созданы комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками. Увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах, а также налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам. Соответствующим образом была налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам. В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения. Дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок. С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется. Вместе с тем ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. Например, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа. Поэтому эту комплексную работу надо продолжать. Сбоев и дефицита топлива в регионах быть не должно. В заключении Алихан Смаилов поручил уже с 15 сентября внедрить цифровую систему учета отпуска топлива на заправочных станциях, обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а также принять меры по обеспечению населения в регионах с сжиженным газом. Эту карусель наши СОПКоры в Ак-Тубе уже снимали в июле. Тогда она задымилась. Причем в это время на карусели были люди. У нее задымился двигатель. И тогда в Акимате создали специальную комиссию, которая обеспечила контроль с назначением ответственных лиц в парках развлечений. Акиматом города Ак-Тубе принято постановление, где определены Акиматы районов по контролю в сфере безопасности аттракционов. Создана специальная комиссия. В составе комиссии есть депутаты городского масляхата, общественные советы и уполномоченные государственные органы. На сегодняшний день нами проводится мониторинг. Есть в Ак-Тубе и колесо обозрения. Его запустили недавно. К слову, такой аттракцион раньше уже был в центральном парке Ак-Тубе. Но в 90-е чертово колесо разобрали и сдали на металлолом. У него один минус, говорят жители. В ветреную погоду кабинки раскачиваются. Как выяснилось, многие родители с тревогой идут в парк. Конечно, боимся. Но что делать? Лето, каникулы, а дети не хотят дома сидеть. Выбирать не приходится, какие есть аттракционы, на них идем кататься. Месяцем ранее в одном из частных парков перевернулся вагончик от паровозика, где сидела мама с годовалым ребенком. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы. Своим телом она защитила малыша от серьезных травм. Однако виновные до сих пор не понесли наказание. Между тем, представители КАЗ Стандарта посетили столичный парк ЖТСУ, а именно аттракцион Тарзанка. Они еще раз напомнили предпринимателям о требованиях стандарта Республики Казахстан, безопасность аттракционов, требования безопасности при вводе в эксплуатацию и к эксплуатации аттракционов. Главная цель визита – безопасность детей. По итогам профилактического выезда предприниматели обязались устранить все недочеты и замечания по эксплуатации аттракционов. Целью обеспечения безопасности детей КАЗ Стандарт проводит профилактические беседы с собственниками и арендаторами аттракционов. Разъясняем требования нормативных документов и напоминаем – исправность аттракциона необходимо проверять на постоянной основе. По словам юристов, владельцы аттракционов чаще всего не признают своей вины, перекладывая ее на самих пострадавших или на их родителей. Депутаты, поднимавшие эту проблему в парламенте, не раз просили правительства обеспечить контроль с назначением персональной ответственности за безопасность детей в парках развлечений. Чиновник или нет? В Мангостаусской области разгорается нешуточный скандал вокруг госслужащего. В соцсети неизвестный выложил видео конфликта с участием мужчин. Автор уверяет, что один из участников – чиновник. Мужчина неоднократно бьет своего оппонента. Пользователи соцсетей спорят и даже предположили, что на кадрах запечатлен сотрудник областного Акимата. В Акимате Мангостаусской области сообщили, что начата служебная проверка. Данное видео неразборчиво. Ведется служебная проверка. О результатах дополнительно сообщим. 400 флаконов препарата тропикамид обнаружили и изъяли полицейские у жителей Уральска. В рамках проведения оперативных мероприятий сотрудники Департамента полиции Западно-Казахстанской области остановили автомашину марки Volkswagen Multivan. При проверке и осмотре транспортного средства гражданина 1976 года рождения в присутствии понятых были обнаружены запрещенные к безрецептурному обращению препараты. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках проводимого досудебного расследования назначены все соответствующие экспертизы, а также проводятся все необходимые следственные действия. В спецсоне Ак-Тубе в пять раз завышали стоимость медосмотра. Услуги для водителей оказывала частная фирма, зарегистрированная в городе Сараагаш Туркестанской области. За справку, которая стоит 1015 тенге, брали 5000. К тому же медики работали без лицензии. Эти нарушения прокуроры выявили после жалоб водителей на завышенные тарифы. После проверки в правительстве для граждан решили расторгнуть договор с медицинской организацией. При этом в ведомстве отметили, что госкорпорация не регулирует и не влияет на тарифы медицинских компаний, оказывающих услуги в спецсонах. После скандала директор автоциона был уволен. Мерами прокуратуры товарищество привлечено к административной ответственности за нарушение правил лицензирования договор на оказание медицинских услуг без разрешительных документов расторгнут. А руководитель спецсона освобожден от занимаемой должности. Ак-Тубинские фермеры испытывают острый дефицит рабочей силы. Все из-за того, что в Минтруда сократили квоту на привлечение трудовых мигрантов. А местные жители неохотно занимают вакантные места. В этом тепличном хозяйстве выращивают огурцы и томаты голландских сортов. Урожай зреет, но собирать его некому. Если ситуация не изменится, регион останется без собственных овощей. Это каждый день растет же, это растение, оно каждый день растет. Мы не можем сказать же, остановись, сейчас мы людей найдем и будет это, да, как бы местные приходят. Один день пришли, второй день не пришли и вот так стабильности ноль с местными. А если мы мигрантов зовем, то у нас с квотой проблемы. С четырех гектаров теплицы собрали всего 300 тонн продукции, при возможности в 900 тонн. Владельцы потеряли 50% прибыли, в результате чего возникли проблемы с погашением кредитов. Проект стоимостью полтора миллиона долларов должен был окупиться через четыре года. Однако с таким положением дел тепличный бизнес оказался на грани краха. Аналогичная ситуация и в других крестьянских хозяйствах. Эту проблему сейчас не решить, никак не решить. Пускай там иностранных рабочих приведут, там 10, 20. Это не решит проблему, потому что, говорю же, в Казахстане у нас работать на селе – это непрестижно. Проблему решить можно только автоматизацией, это мое мнение. С этого года Министерство труда и соцзащиты населения сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы. В итоге для Актюбинской области определили совсем скромную цифру – всего 168 человек, тогда как потребность в трудовых мигрантах составляет 700 человек. Это получается, на каждое фермерское хозяйство, на каждое тепличное хозяйство нужно просто по два человека. Два человека им, ну что это два человека? Минимум 35-40 человек. Это нужно только на один тепличный комплекс. В этой связи Министерство труда и социальной защиты населения своим приказом утвердило данную квоту. Теперь, не отменив данный приказ, мы не можем решить вопрос. Представители Палаты предпринимателей обратились к чиновникам с просьбой пересмотреть количество квот на привлечение иностранной рабочей силы хотя бы в пределах не менее 50% от предварительной потребности сельхозтоваропроизводителей. А пока фермеры вынуждены использовать труд иностранцев нелегально, что создает дополнительные проблемы как для работников, так и для работодателя. В Западно-Казахстанской области ряд жителей домов в селе Токпай Теректинского района получили ключи от квартир с недоделками. 20 домов были сданы по программе Нурлежер. Часть жителей в дома заселились, но их ждало разочарование. В домах отсутствует газ, вода подается с перебоями. В 16 августа нам дали ключи. Водоснабжения пока нет. Сатры дают с перерывами. Нас предупредили, что наружного освещения не будет до декабря месяца и дороги пока не будет. Обещали в ноябре постелить асфальт. Мы согласились, заехали. Когда нам ключи выдавали, нам сказали, что вода есть, пожалуйста, заезжайте. Свет есть, пожалуйста, заезжайте. Жители района обратились в областной Акимат. Заместитель Акимобласти вместе с руководителями соответствующих отделов выехали по адресу на встречу с жителями, где лично убедились в ряде недоделок. В подвальных помещениях протекают трубы. Из-за сырости в подъезде осыпаются стены. В квартирах вдоль стен трещины. Темирхан Медагалиев поручил создать отдельную комиссию по выявлению дефектов. Рабочую комиссию сейчас создавайте, да? Одну квартиру, которая свободная, пустая у вас на балансе есть, сделайте какой-то мобильный офис, чтобы здесь был на месте. Чтобы люди приходили грамотно, консультации получали на договорах. Каз трансгаза, Аймак, Аймак. Где какие-то проблемы, не знаю, книгу, жалобу вы заведите, сами прошейте, печать поставьте. У нас есть группа там. По каждой квартире, по каждому дефекту и прочее. Также в домах слабо установлены оконные рамы, стекла на окнах с трещинами. Подъездные пути и тротуарные дорожки во дворе отсутствуют. Это кроме отсутствия инженерных сетей. Дома были приняты в эксплуатацию без наружных сетей. То есть, сам проект дома шел отдельно, проект по водоснабжению отдельно, проект по газоснабжению отдельно, проект по благоустройству отдельно, проект по электричеству и по электричественной системе, по септику, то есть, тоже шел отдельно. Токузбаев пояснил, что для подключения дома к газоснабжению необходимо проживание практически всех жителей. Вода будет подаваться с села Тукпай, но пока по временной схеме. За внутреннюю и внешнюю отделку дома отвечает подрядчик. Компания Касхол. Срок, который дается им на устранение дефектов – 5 лет. В редакцию нашего телеканала обратились жители Пригорода Уральска. Новоселы, проживающие в Зачиганске по адресу Берлик-25, получили квартиры по программе Нурлежер. Но радость новоселов длилась недолго. Люди столкнулись со многими проблемами, а именно отсутствие отопления с первого по третий этаж. Из-за этого в квартирах зимой образуется наледь на окнах. Каждую неделю регулярно по два раза затапливается подвал. Также у жильцов четвертого подъезда данного дома проблемы с подачей горячей воды. Проблема у нас первая – то, что квартиры холодные с первого по третий этаж. Не знаю почему. Через шесть месяцев у нас контракт с застройщиком заканчивается. И за короткое время нам надо до зимы что-то сделать с отоплением. И плюс еще канализация у нас очень плохая. Почему? Потому что то ли трубы неправильно сделали, не знаю, все время забивается. Мы в Акиматы обращались, письма писали, нам ответы приходили. С Акиматы люди приходили, но никакого результата нет. В городском Акимате говорят, что строительство дома было завершено в декабре 2020 года. Подрядчиком является компания «Изотерау». Данная ферма должна заняться устранением недостатков в ближайшее время. На сегодняшний день от жильцов поступают жалобы касательно теплоснабжения, канализации, а также вентиляционной шахты. Касаемо данных дефектов сообщаем, что на сегодняшний день отделам строительства было поручено подрядной организации устранить данные дефектов в кратейшие сроки, а именно до конца сентября текущего года. В данном доме протекает крыша во время снегопада и сильных дождей. Продуваются окна. У подрядной организации есть гарантийные обязательства на пять лет. Если подрядчик не исправит неполадки, на него подадут в суд. Сеть ресторанов быстрого питания «Ланчжоу» с радостью открывает двери для гостей-жителей города Уральск. Изысканные блюда, невероятный аромат и комфортная обстановка приятно удивят вас. Блюдо заведения «Ланчжоу» готовится по фирменному рецепту в открытой кухне из-под ножа. А наши специи привезены из самого Китая. Подобных специй вы не найдете нигде больше, говорят повара. Наше блюдо готовится по фирменному рецепту в открытой кухне из-под ножа. Многие специи привезены из самого Китая. Такие специи вы не найдете ни в какой любой другой стране. Наши цены вас приятно удивят. У нас 130 посадочных мест, и мы находимся в самом центре города. Приходите в наше уютное заведение. Будем вас ждать ежедневно. Ресторан быстрого питания «Ланчжоу» находится по адресу. Улица Иксанова, 44, дробь 1. График работы ежедневно с 11 до 24 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова